Четверть века на страже порядка. ОМОН Федеральной службы войск Национальной гвардии по Ивановской области в четверг отметил 25-летний юбилей. Аббревиатура ОМОН расшифровывается как отряд мобильной особого назначения. И действительно, эти парни всегда первые там, где требуется их помощь, готовы действовать как единое целое. ОМОН – это семья. Если ты зашел сюда раз, ты отсюда выйдешь уже братом всех. Ты в этом уже будешь уверен, что тебя всегда, если что, закроют, поддержат, где-то подтащат, выручат. Подарок к юбилею черные береты получили символичную – специальную полосу препятствий. Традиционно мы проводим соревнования в честь Дня образования отряда. Традицию заложил легендарный командир отряда, полковник полиции Фролов Михаил Анатольевич в 2003 году. Сегодня мы пригласили соревноваться с нами все специальные подразделения нашей области. Но помимо специальных подразделений, пригласили два строевых подразделения. Это ДПС ГИБДД, внешностная охрана и команда управления Росгвардии по Ивановской области. Это военнослужащие, контрактники. Полоса препятствий включает 13 этапов. Первый – стена. Секунды и бойцы уже по ту сторону. Мышечная память. Для спецназовцев стены – не преграда. Дальше сложнее. Переправа над водой с одного берега на другой. И никакой страховки. Этим парням она попросту не нужна. Туда по воздуху, обратно через воду. Да еще и с грузами. И сразу на следующий этап. Впереди еще метание лопат, переход по бревну на глубоким оврагом. Супермену такое даже не снилось. Половину дистанции бойцы должны преодолеть в полной боевой экипировке. Вес одного бронежене – это порядка 10 килограммов. Неподготовленному человеку даже просто бежать в этом сложно. Не то, что преодолевает препятствия. В каждой команде по три человека победит та, которая быстрее пройдет дистанцию с минимальным числом штрафных баллов. Воздушный мост оказался самым трудным испытанием для бойцов. Сам по себе он не так уж и сложен, но после колоссальной нагрузки непросто удержаться на натянутом надболотом тросе. Ну и финальный этап – колючая проволока. Финиш. Давай, 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 набегай, набегай, набегай. Молодец. Молодцы. 9-11-62. На самом деле самое сложное – это вот по канатной дорожке здесь пройти. Оно очень сильно выматывает. То есть хорошая проверка на выносливость. Мужчина вообще отлично. Ну, очень здорово, что организовали все это мероприятие. Я доволен. По долгу службы спецназовцы постоянно поддерживают отличную физическую форму. Это и многокилометровые марш-броски, и еженедельные тренировки, и отработка специальных навыков. Но даже для подготовленных людей эта трасса сложная. Как правило, бойцы отрабатывают все эти элементы по отдельности. А тут все сразу и без передышки. Работа здесь идет в анаэробном режиме. Практически некогда вздохнуть даже. Идет кислородное голодание. Работают на пределе возможного. Трасса небольшая, всего лишь километр. Но все силы организма, и вся сила, и воля к победе здесь полностью проявляется. Для спецподразделений нет невыполнимых задач. И как не усложняли организаторы трассу, все команды с ней справились. Первое место занял ОМОН, еще раз доказав, что несмотря на солидный возраст отряда, его бойцы молоды, сильны и готовы к любым трудностям. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Лежневский район.